В Димитровграде продолжается реализация проекта по созданию комфортной среды. В этом году в рамках федерального проекта в городе будет благоустроено 22 двора и начнется обновление трех общественных пространств. Парка духовности, аллея учителей по улице Терешковой и парка Дубовая роща. Напомним, именно эти территории были выбраны самими димитровградцами в качестве приоритетных. Особое внимание к качеству выполняемых работ. Уже идет укладка бордюрного камня, сегодня тоже были экспертизы, как бы они все проверили, все в соответствии с требованиями. Подрядчик заверил председателю правительства региона, что срыва сроков на аллее учителей не будет, работают по графику, закончить должны до 1 октября. На данный момент на 70% произведены демонтажные работы, то есть старые дорожки мы почти все сдемонтировали. На 50% уже установлен поребрик и сегодня мы уже поступаем к укладке плит. Со стороны общественников постоянный контроль за ходом выполнения работ. Мы, можно сказать, ежедневно курируем обе территории. Общественное – это дубовая роща и аллея учителей. По аллее учителей у нас были замечания подрядчика, но подрядчик ответственно отнесся к ним и справил. Александр Смекалин вместе с комиссией проверил ход работ и на территории по благоустройству дубовой рощи. Здесь подрядчику уже пришлось исправлять ошибки. На дубовую рощу были отклонения от проекта. Это в том плане, что бордюры ставили на песок, на утрамбованный, а по проекту нужно делать бетонное основание. Сейчас они уже исправляют. Получили предписание от заказчика ДИИП, города Демитровград, и устраняют эти недоделки. Александр Смекалин подчеркнул, что по инициативе губернатора благоустройства общественных территорий теперь будет проходить трехсторонний контроль со стороны региональной власти, муниципалитета и общественников. Он также отметил, что в Демитровграде он лично будет контролировать ход и качество выполнения работ. Александр Смекалин считает, что это меры необходимые, чтобы не допустить повторения ошибок, как при благоустройстве сквера возле восхода. Есть определенные недочеты, неучтенные работы, и понятно, что сейчас приходится принимать в рабочем режиме, практически в ручном режиме решение о корректировке данных проектов. Но уверен, что работы будут завершены, хотя темпы оставляют желать лучшего. Если аллея учителей, темп набран хороший, то здесь на площадке Дубовой рощи, безусловно, высказали пожелания подрядчику об увеличении темпов работы. Напомним, на благоустройство 22 дворов и трех общественных пространств в этом году планируется потратить более 64 миллионов рублей. Татьяна Баловнева, Юлия Пак. Наше время.